Мария Лунёва. К тебе через туманы. Пролог. Старая женщина, одинокой скорбящей фигурой, стояла на краю скалы, провожая взглядом небольшой корабль, уходящий вдаль в бескрадние просторы вечно бушующего океана. Волны неистовали, вставая стеной на его пути, но это не останавливало шхуну. Раскачиваясь, он упрямо скользил к горизонту, превращаясь в небольшую черную точку. Глаза женщины увлажнились, и по сморщенной щеке прокатилась одинокая, но такая горькая слеза. Ведуньи племени Айгор никогда не плакали. Почти никогда. Но сейчас женщина не смогла совладать со своим разъедающим сердце горем. Там в трюме небольшого рыбацкого корабля увозили ее крошечное сокровище, ее внучку. Единственное дитя ее сына. Маленькую смышленую девочку, рыжеволосое босое солнышко, что с утра до зари бегала по пляжу, собирая ракушки на бусы. А как она ныряла, словно лягушонок. Бесхитростное светлое дитя. Какое у нее чистое нежное сердечко. Никогда мимо рыбки выброшенной на берег не пройдет, водичку закинет и чайк от нее отгонит. И за что такая черная судьба только ей уготовлена? Бедный ребенок, преданный матерью, такая жуткая доля ее ждет. Старая ведунья племени Айгор плакала, рыдала в голос. Соленые брызги океана омывали ее лицо, вторя горю. Эти острова больше не услышат смех ее Неорис. Ее девочка, рыжеволосая красавица, еще долго не будет даже улыбаться. Ее глаза померкнут, гася искры радости. Она теряла ее навсегда. Но горче всего старой прорицательнице далось понимание, что она ничем не может изменить судьбу своей кровинушки. Ее дар здесь оказался глух и бесполезен. Внучке не может, но ее суженого вполне. Для этого она пройдет сквозь туман, делящий этот мир на два полюса, переберется через преграду, сотканную самой смертью, и найдет того северянина, что судьба приготовила для ее девочки. Она изменит его нити жизни, переплетет их вновь всего одним словом – жестокой фразой. Исказит истину, подмешав в нее намек на ложь. И тогда нити его судьбы поменяют узор и снова силой подтянутся за ниточками жизни ее Неорис. Одно предсказание – и ее внучка будет спасена. Всего одна вовремя сказанная фраза. Но как же сложно совершить задуманное. Старая ведунья сошла со скалы и отправилась в свою теперь уже одинокую и пустую хижину. Все здесь напоминало о ее внучке. Горкой сложенные красивые белоснежные камушки, набранная полная корзинка перламутровых ракушек, из которых ее девочка делала яркие праздничные бусы. А вот и платье, и пара шлепанец. Но все это больше никогда не вернется к внучке, и она сама более не увидит дома и родных. Они уйдут все, один за другим. Ведунья в сердцах прокляла свое племя за то, что те не пожелали слушать прорицательницу. Теперь все они обречены, а вскоре будут и забыты. И по делам им. Прогнивший род древних, забывший, что такое жить по завету предков. Ради легкой наживы, продающей собственных детей для развлечения бездушным южанам. Они заслужили свои участи, и даже более того. Больше она на родном острове Ведунью ничего не удерживала. Ее время подходит к концу, но еще есть пара месяцев, чтобы завершить задуманное. И видит древние боги, она успеет. На рассвете небольшая ветхая лодка отчалила от берега и устремилась вопреки бегу волн вдаль. Сила рода все еще подчинялась старухе. Вода приведет куда надо. Два месяца ушло на то, чтобы пройти сквозь сотканную туманом смерть. Только договор на крови с иными, похожими на змейшителями Северного мира, позволил ей разнести весть о предсказательнице, указывающей на место насхождения избранных. Поток молодых и не очень мужчин был нескончаем. Из последних сил, теряя по каплям жизни, Ведунья, не жалея себя, давала им четкие указания, где искать их нареченных. И ждала. Ждала того единственного, для которого она развела столь бурную деятельность, покинув родное племя. И он пришел. Появился перед ней, когда сил практически не осталось. Когда старая женщина выжила из своей души все. Но он все-таки пришел. В окружении кровных братьев возвышался над ней несокрушимой скалой, пряча за человеческой маской истинное лицо иного. Совсем еще юный воин, но уже вошедший в силу и покоривший часть этого мира. Молодой Вардиган, равный по силе своим братьям, но возглавляющий их из-за несокрушимого жестокого нрава. Голос Ведунья скрипел устало и надрывно, нервируя мужчин, стоявших перед ней. «Северные земли никогда не взрастят ваших единственных. Хоть трижды их обойдите!» жестко произнесла она свое предсказание. «Не ходите, не ищите, здесь их нет». «Ты ошибаешься, ведьма», грозно рыкнул тот, что возвышался над ней, возглавляя своих братьев. «Быть того не может». «Может, воин, еще как может», устало шепнула видящая. «Займись иными делами и оставь в судьбе возможность самой плести свои нити. Но, повторяю, все верные земли не взрастят ни твою женщину, ни избранных родных братьев». Черноволосый, огромный, как горал молодой мужчина, грубо рыкнул и вылетел из ее ветхого домика, хлопнув от злости дверью так, что та слетела с петель. Остальные медленно потянулись за ним. «Какой взрывной характер! Ну, ничего. Моя девочка укротит твой нрав, дитя тумана. А пока терпи, внучок», тихо шепнула ведунья. «Она придет к тебе сама. Только спаси ее сердечко. Обогрей. Моя девочка заслужила твоей любви. Только подожди ее. Умоляю». Сухой старческий голос разносился по пустой комнате, а веки предсказательницы слепались, чтобы больше никогда не увидеть этот свет. Ее племя Айгор исчезнет вслед за ней. Уйдут все. Кто-то раньше, кто-то позже, но ее внучка останется. Теперь ей суждено прорастить корни здесь, в этом холодном мире, за туманом смерти. Она сказала свое последнее слово. Она смогла. Утерла нос в судьбе. А теперь и умирать не страшно. Только на утро следующего дня обнаружили тело ведунья. На старом лице изрытым морщинами навеки застыла счастливая улыбка победительницы. Субтитры создавал DimaTorzok